Глава Чувашии принял участие в расширенном заседании комиссии по транспорту и транспортной инфраструктуре Российского Союза промышленников и предпринимателей. На встрече обсуждался вопрос развития высокоскоростного и скоростного движения в Российской Федерации. Наша съемочная группа выслушала мнение экспертов о развитии транспортного комплекса страны. Сейчас перед всеми заинтересованными сторонами стоит задача тщательным образом проанализировать еще раз все эффекты, ожидаемые от строительства и пуска высокоскоростной магистрали. Мы по определению, я имею ввиду АО РЖД, по определению я имею ввиду транспортников, всех. Мы, несмотря на то, что по классификации относимся к сервису, ну приблизительно там же, где и парикмахеры, и банкиры, но тем не менее, все-таки это сервис реального сектора экономики, я бы так сказал. На самом деле, я считаю, что мы представляем из себя реальный сектор экономики, вне зависимости от всех классификаций. Поэтому для нас решение, которое правительство принимало по выделению средств Фонда национального благосостояния для направления на инвестиции в инфраструктуру, является чрезвычайно важным. В зоне текотения ВСМ по всей России проживает около 100 миллионов человек, или 70% населения страны. Ожидается, что проект стимулирует трудовую миграцию, повысит связанность территорий, позволит задействовать транзитный потенциал. Все это в конечном итоге приведет к росту экономической активности регионов. Предполагается, что в зоне действия ВСМ Москва-Казань эффект только на стадии строительства составит 170 миллиардов рублей, а затем в процессе эксплуатации превысит полтора триллиона. По мнению специалистов, проект создаст более 100 тысяч рабочих мест, а объем заказов только на поставку строительной продукции превысит 270 миллиардов рублей. Комитет по экономической политике Совета Федерации поддержал проект ВСМ. Это конкурентноспособность наших граждан на рынке трудовых ресурсов, это снижение нагрузки на существующие железнодорожные сети, пассажирских и грузовых перевозок, то есть реальное увеличение пропускной способности и скорости перевозок. Это инновации 21 века, локомотивы и вагоны для наших условий, российские, для России. В перспективе это и первые шаги, причем без отставания от мирового опыта по возможности скоростных перевозок контейнеров грузов. Обсуждались также вопросы, связанные с упрощением процедуры изъятия земель, созданием благоприятного инвестиционного климата и другие темы. Социальное самоочувствие жителей Чувашской республики улучшится, потому что вместо того, чтобы ехать в Москву в среднем 11-12 часов, по фактору времени это четыре раза сокращается время. Это первое. Второе. В экономику Чувашской республики будут выложены не менее 120 миллиардов рублей. Это предварительно. Тем самым создаются дополнительные рабочие места. Для строительных организаций появляются новые возможности для того, чтобы участвовать на этой стройке. Ну и в-третьих, с учетом того, что особенности Чувашской республики плотность населения, в связи с тем, что трудоизбыточный регион, люди будут ездить и возвращаться на работу, с работы, потому что совсем другая жизнь, другая культура будет в данном случае. Понятно, по вопросам финансирования возникают вопросы на сегодняшний день, но я надеюсь и предполагаю, что в перспективе российские железные дороги и компания скоростной магистрали будут делать все для того, чтобы начатые инициативы президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина претворить в реальную их жизнь. Это очень важно для всех нас. Продолжение следует...